Здравствуйте, это программа интервью. Меня зовут Татьяна Потанина. С 1 февраля в общественном транспорте Красноярска повысится цена. За билет будем платить сразу на 6 рублей больше и в трамвае, и в автобусе, и в троллейбусе. Но что изменится в качестве пассажирских перевозок, за что и почему люди должны платить больше? Об этом сегодня будем говорить с нашими гостями. На студии Игорь Манченко, заместитель руководителя департамента транспорта Красноярска. Здравствуйте. Здравствуйте. И Константин Кноптногель, заместитель председателя Ассоциации перевозчиков Красноярского края. В муниципальном транспорте точно так же увеличилась цена, не отличается. У нас в Красноярске, кстати, в других городах отличается. У нас нельзя так сделать? В муниципальном подешевле, в коммерческом побольше. Ну, было это на территории города, уже такая практика, но она не дала положительного эффекта. Поэтому лучше пусть будет одна. В других же городах, правда, работает? Ну, если в других городах смотреть, то там разница в тарифе очень большая. Если брать тот же Новосибирск, где 26 рублей, да, стоимость в муниципальном транспорте, но и под 40 с лишним это в коммерческом транспорте. И у нас, смотрите, еще другая позиция. У нас ведь пассажир имеет все льготы независимо от коммерческого, либо муниципального транспорта. Затраты, я так понимаю, что у коммерческих, что у муниципальных перевозчиков одни и те же. А что перекроет этот тариф? Какие затраты? Ну, в первую очередь мы знаем прекрасно, что у нас и на сегодняшний день дефицит кадрового состава. Это водители, кондукторы, ремонтные рабочие. Вот если брать по муниципальным предприятиям, за баланс рабочего времени, да, водитель получает в пределах 38 тысяч рублей. Ну и плюс... У вас такая проблема существует? Конечно, это на сегодняшний день самая основная проблема всех перевозчиков на городе Красноярск. Это заработная плата. На сегодняшний день мы работаем и с центрами занятости всех районов города, в том числе и пригородных районов. Точно так же у нас есть возможности, что многие предприятия города, они приглашают и на вахтовые методы работы из других регионов. И даже из других регионов на маршрутки по городу? По городу? По маршрутке, на общественный транспорт. На общественный транспорт, да. На общественный транспорт это точно так же будет привлечено. У нас есть там и из Семельянова водители приезжают. А сколько нужно платить? Ну вот смотрите... На какую зарплату пойдут? Сейчас у нас идет по статистике, да, в городе Красноярске транспортная отрасль, средняя заработная плата, это порядка 55 тысяч рублей. У нас на сегодняшний день средняя заработная плата вот в пределах 38. Это очень маленькая. А сейчас удастся до таких размеров повысить зарплату? Ну вот смотрите, в муниципальных предприятиях мы планируем в среднем поднять на 15% для водителей, кондуктов, ремонтных рабочих. Сколько водителей сейчас не хватает для, опять же, я все стремлюсь к идеалу, да, идеального состояния? Ну я думаю, что, наверное, процентов, да, если не больше даже там. Ну, 25%? Ну, наверное, по городу вообще сложности, да. Я предлагаю послушать те претензии, скажем, да, которые есть у пассажиров сейчас к общественному транспорту и к качеству перевозок. Грязь, обслуживающий персонал иногда борзый. Ну, в морозы ходили бы почаще, долго ждать приходится. Сторожный день. Это, считайте, от дома до техники надо. Так еще и на свои дела надо еще съездить. Люди стоят дольше на остановках. И платить выше за эти услуги, ну, я не считаю возможным. То есть на данный момент качество услуг оставляет желать лучшего, как всегда. Ну, вот, собственно, претензии какие? Грязно в автобусе, долго ждать приходится, независимо от маршрута. Можно ли будет решить на этот новый тариф, на эту новую стоимость, вот эти проблемы? Ну, смотрите, тут как бы надо тоже разбираться в каждом случае индивидуально. Во-первых, судя по сюжету, мы видим, что все пассажиры сидят. То есть на сегодняшний день в стоячем положении никто не едет, даже не перебивается. А по утрам и вечерним аспектам? Это как раз и говорит о том, что в данный момент, что человек говорит, что он ждет, то есть он ждет непосредственно. Чаще автобус ходить не будет в такое время, потому что автобус тоже непосредственно не может ходить пустым. Утром мы выпускаем автобусы с меньшим интервалом. После окончания пика утреннего, соответственно, автобусы начинают ходить, оно чуть-чуть пореже, скажем так, добавляется 3-4 минуты как минимум. То есть, соответственно... Нет, соответственно, есть, например, я могу сказать точно, что есть и маршруты, например, у которых интервал плановый 25 минут. Да, можно ездить через 3 минуты, но тогда автобус стоить будет еще дороже. Вы поймите одно, что на сегодняшний день, если мы будем ездить, в автобусе будет 3-4 человека, то, соответственно, себестоимость всей поездки будет раскладываться на эти 3-4 человека. И 32 рубля это не потянет. Но все-таки транспорт работает для пассажира. Он должен быть удобным. Есть какой-то оптимальный вариант, чтобы и выгодно было, и удобно? Есть же какие-то стандарты, вы вот говорите. Стандарты есть, да. Наполняемость салона должна быть 5 человек на квадратный метр. А в час пик допускается 8 человек на квадратный метр. То есть все прекрасно понимают, что в час пик – это основное время, когда перемещаются пассажиры. Сделать так, что в час пик будет 20 автобусов работать, а потом 10 уйдут в гараж. Но опять же, это идет экономика. Все равно экономика предприятий никуда не денется. Вот еще были вопросы к хамству какому-то, например, кондукторов, к чистоте. Но это же не зависит, правда, от цены билета? Абсолютно не зависит. Понимаете, мы сколько раз… Или проезжают остановки. Мы сколько на сегодняшний день рассматривали. То есть практически чаще всего инициатором скандала становится пассажир. Как раз тяжелый год, 20-й, привел к тому, что некое противостояние. То есть и всех пытаются обвинить кондукторов в том, что нужно носить маску, о том, что как бы нужно ее одеть и так далее. И эти моменты выходят в скандалы. Кондукторов очень много ушло. На сегодняшний день это просто… Это такая большая проблема, потому что люди просто не хотят морально работать в этой сфере. В напряжениях. Конечно. Что касается чистоте. К сожалению, мыть автобус после каждого рейса возможности нет никакой. По времени или финансово? Да не в том, что они по времени не финансово. На каждом конечном пункте должны стоять моечные комплексы. Это просто теоретически невозможно. Да, сотрудники предприятий подметают, но это максимум, что они могут это сделать. И все-таки по количеству автобусов и по количеству маршрутов. Вот в предыдущие годы была оптимизация некая. Сейчас при повышении тарифа можно будет каким-то образом вернуть, увеличить количество автобусов или нет? Мы видим каждым годом, что есть уменьшение пассажиропотока. Соответственно, это подстраивается как раз под это. Наша задача основная – подать регулярно транспортное средство. К сожалению, нельзя сделать такое количество маршрутов, чтобы всегда устраивал всех. То есть в любом случае пересадка будет существовать. А где-то, например, нет, в некоторых микрорайонах не хватает… Соответственно, там же тоже просто получается, что там небольшое количество проживающих людей. То есть сейчас идеальная ситуация? Сейчас идеальная ситуация. То есть необходимости увеличивать количество автобусов на каком-то маршруте или дополнять маршруты сейчас нет? Нет, не так маленько. Смотрите, сейчас мы постоянно находятся… Люди у нас и смотрят по наполняемости автобусов. Мы стоим, как правило, это как бы с 7 часов до 9 часов. Не до 9. Да, фиксируя наполняемость автобуса какая и его интервал. Соответственно, если наполняемость превышает, то есть по пятибалльной шкале 4 балла, то идет рекомендация уменьшить время интервала. Мы прямо с руководителями предприятиями утренней часы пик стоим и показываем. Видишь проблему? Это вот помимо того, что Константин Александрович сказал. Да, вижу. Решать как? Так. Значит, в течение недели, пока не наладишь, находишься на этой точке. А есть какой-то стандарт, сколько человек может ждать автобус? Ну, то есть там 25 минут, не более? Или нет? Ну, смотрите, давайте, а зачем ждать? То есть можно же сесть на другой автобус. Подождите, ну тогда с пересадкой дополнительно заплатить нужно будет? Ну, понимаете, вопрос другой, что в любом случае, то есть вы либо будете ждать, то есть, либо, соответственно, уедете быстрее. То есть то, что необходимо. Здесь вопрос какого характера? То есть человек, если много ездит и очень много пересаживается, он должен использовать тогда уже проездной билет. То есть тот же безлимитный проездной. Ну, практика в России вообще показывает о том, что не более 5% используют полностью безлимитный проездной. В Красноярске еще меньше. На сегодняшний день город Красноярск как раз вот в этом моменте уникален. То, что у нас пересадочность очень низкая. И у нас сегодня очень большое количество маршрутов, которые позволяют из одного конца... Как мы говорим, из Курсиона. Да, да, из Курсиона проехать. То есть, опять же, рассматривая то, что когда мы называем билет в 26 рублей в Новосибирске и 32 в Красноярске, то в городе, например, Новосибирске проехать из одного конца в другую конец невозможно. Короче, соответственно, люди, как чаще правило, пересаживаются. Соответственно, они тратят на суммарно больше. Но, опять же, например, если взять Новосибирск, безлимитный проезд у них стоит 2,450, у нас стоит 2,100. По вашим прогнозам, вот этого тарифа в 32 рубля возьмем автобусы, в троллейбусах чуть поменьше оплата и в трамваях 28 рублей. На какой период хватит? Лучше делать не шоковую терапию, вот как произошел в последний раз, на 6 рублей, а может быть планово, как происходит у энергетиков, у коммунальных служб раз в год. Как везде тарифы повышаются? Да, поднимаются, изменяются как бы раз в год. Это будет не так больно. На какую сумму? А это будет зависеть от того же инфляционных издержек. Может быть, если, например, инфляция будет на 10%, значит 10%. Если на 5%, то на 5%. То есть на уровень инфляции? Ну, как минимум, я считаю, что на уровне инфляции. Но я могу сказать единственное, что по качеству мы можем так маленько, как бы, может быть, нос задерем, мы были лучшими в Сибирском федеральном округе по общественному транспорту в целом, если рассматривать. По каким параметрам? По всем. Я думаю, что если мы, например, сравнивать, мы многим городам с сибирским, западным даже дадим. У нас есть, конечно, есть на к чему стремиться. Понятно, что мы не догоним Москву и Петербург, да, но там для нас стандарт, это уже лучше, это там город Пермь, например, и Казань. То есть вот к чему мы должны стремиться, к тем городам, которые могут показаться. Сколько стоит проезд? Ну, 33 и 35, по-моему, да. Ну, с европейскими вы сравнили, так смело, я бы даже сказала. Нет, я российские европейские. Российские европейские мы говорили. Ну, а почему нет? Вот даже при обсуждении повышения тарифа, говорили в Воронеже, 25 рублей. И тут же, если зайти на сайт Воронежа и посмотреть, какие транспорты, у нас такие не используются уже. Ну, да, к сожалению... Там базики, трактора, вот эти вот, 42-34. У нас их остались единицы. Город Москва. Они практически не используют средний класс и очень используют... Если средний класс, то используют только низкопольные. На сегодняшний день там цена проезда уже за 50 давно уже перевалила. 61? 61. А в Питере 60, но при этом есть и автобусы, работающие пазой. А сейчас те предприятия, муниципальные, коммерческие, которые работают, они соответствуют стандартам, которые вы предъявляете? Да. Я надеюсь, повышение тарифа для пассажиров, конечно, оно заметное, резкое, сработает в положительную сторону и для вас, как для перевозчиков, да, и для пассажиров, которые заметят какие-то изменения в лучшую сторону. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Я напомню, сегодня говорили о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Это произойдет с 1 февраля. А в гостях у нас был Игорь Манченко, заместитель руководителя Департамента транспорта Красноярска, и Константин Конопнугель. Это представитель Ассоциации перевозчиков Красноярского края. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова